Я с огромным удовольствием хочу представить гостю, которая сегодня находится в нашей студии. Знакомьтесь, Елена Александровна Киакова, тренер по плаванию. Здравствуйте, Елена Александровна. Как у вас настроение? Замечательно. Вы сегодня уже поплавали? Я не поплавал, но дети, порядка где-то 50 человек уже поплавали со мной. Уже поплавали. Значит, как минимум 50 человек в этом году улучшат свои навыки по плаванию. Вот скажите, пожалуйста, это важно уметь плавать? Это очень важно уметь плавать. Плавание – это жизненно необходимый навык человека, который позволяет ему спокойно и уверенно общаться с окружающей средой. Ну это такое природное, да? Вот потому что человек, мы вышли из воды, скажем так. Первое, чему учится ребенок – это плавать. Природная плавучесть обладает любой организм, любое тело человека, любое. Неважно, какой он. Худенький, полненький, высокий, низ, коренастый. То есть физические данные не так важны? Да, потому что это природная плавучесть, она есть. То есть другое дело, какая психика у человека, есть ли у него страх перед водой, сможет ли он зайти в эту воду, как себя чувствовать. То есть это и незнание, и здесь уже внешние факторы воздействия, конечно, как он свое детство прожил и так далее. А вообще легко ли научиться плавать? В принципе, когда ко мне приходят дети, взрослые, люди совершенно разные, приходят люди, которые тонули, приходят ко мне обучаться плавать. Я всегда им говорю, это очень просто, это очень легко. Только послушайте меня внимательно и повторите то, что я вам скажу. Вот и все. В принципе, вот так вот, вот такими шагами мы шаг за шагом преодолеваем страх перед водой. Кто-то сразу схватывает, допустим, все действия, все движения, координацию и так далее. Дыхание, 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 очень важно. Вода, она считается все равно чуждой для человека. Вот, и наша задача научить человека вести себя расслабленно в воде. Вот, как говорится, полюбить водичку, вот, чтобы вода сама держала его тело. А для этого нужно уметь расслабиться? Да, конечно. Конечно, вот, у кого-то это легко получается, быстро, у кого-то, кому-то надо еще воздействовать, воздействовать психологически, чтобы он понял, что действительно это легко. Вот, плюс ко всему, у нас есть приспособление, которое позволяет, вот, в принципе, вот это все ощутить, то есть научиться расслабляться. Ну, и вот самый важный фактор – это дыхание. Мы очень нелегко те дети, взрослые, которые, допустим, не бывали вот в водной стихии, там, или какой-то страх у них, вот этот, они очень трудно начинают понимать, когда нужно сделать вдох, а когда выдох. То есть получается так, что у них, наоборот, выдох на улицу, а вдох в воде, то есть они нахлебаются в воде, а потом уже и плавать не хотят. Да, нет, они хотят плавать, то есть мы как раз-таки и вот психологически подходим к этому моменту, и они обучаются, и когда уже хоть первый маленький-маленький пузыречек они выдохнули в воду, это великая радость. То есть мы хлопаем в ладоши, мы уже его поздравляем, он улыбается, ага, у него появляются силы, обретаются силы, то есть уже уверенность такая, и все, вот такими маленькими-маленькими шажочками мы начинаем продвигаться вперед. В результате он в течение месяца уже начинает, допустим, делать какие-то первые движения в плавании кролем на груди, на спине и так далее. То есть это очень-очень большая победа, их всегда, кстати, поздравляю. А вообще есть какая-то разница возрастная, в каком возрасте легче научиться плавать? Опять это зависит от человека. Опять-таки вот этот вот подход, который я практикую, он мне нравится, потому что он срабатывает здорово. Может быть и есть разница, но я этой разницы не вижу. Для меня что млад, что стар. Идет практическая, как говорится, подготовка к погружению. Все поэтапно, пошагово. Опять-таки только с дыханием. Сначала дыхание учимся, потом учимся держаться за перилы, у нас там перилы специальные проставлены. Учимся лежать в стрелочке, дышать в положении лежа, уже не опуская ног. Потом учимся ножками работать. Ну, как-то вот так вот. Сначала на суше я им поставлю ножки, допустим, как правильно нужно работать, показываю. И потом мы это все применяем, переводим на воду. Вот, Елена Александровна, нас сейчас наверняка слушают родители маленьких детей, в том числе тех, кого, в общем-то, на лето занять нечем. Может быть, стоит ли это правильно проводить? Потому что вот мы очень часто в сводках своих говорим о несчастных случаях, которые происходят на воде. Но редко, когда говорим о том, что есть возможность научить, это очень важно, научить детей как можно раньше научить их плавать. Вот ситуация паника на воде. Вот с паникой на воде тренер по плаванию учит справляться? Потому что это зачастую 90% вот как раз неприятных исходов на воде, это как раз возникшая паника. Да-да-да, вы абсолютно правы, Татьяна. Вот ребенка сразу видно, кто заходит в воду сразу, а кто стоит на берегу, в смысле на бортике, там, или сидит и смотрит на эту воду, и боится опуститься, как говорится. Вот у него есть панический такой эффект, вот, несмотря на то, да, даже, что на нем надеты, допустим, надувные на рукам, какие-то средства защиты, да, средства спасения, да, и так далее, которые позволяют держать его тело на воде. Вот, все равно, то, что они не умеют владеть телом в воде, я их всегда учу, вот этой вот фразе говорю, учитесь держать, чувствовать себя в воде, учитесь, ну и так далее. Вот, поэтому с такими людьми я стараюсь, ничего, что я от себя всегда говорю. Ничего, да. Я просто свою работу рассказываю, как я работаю, вот делюсь опытом. Вот, я с такими людьми всегда разговариваю, без паники, то есть водичка хорошая, входим в воду постепенно, потихонечку, чтобы вы адаптировались. Даже даю первое время им при всем вот этом спасательном снаряжении спокойно поплавать, чтобы я посмотрела, как они себя ведут в воде. Естественно, у нас есть приспособление, такая удочка, мы когда, это самое, когда они не могут управлять собой, чтобы подплыть к бортику, еще не знают, что делать. Их обычно заносят не вперед плывут, а почему-то назад, вот, то есть обратное движение. Вот, тогда мы их уже подтягиваем себе ближе. Но факт тот, что они начинают уже первое движение, вот у меня сейчас есть мальчик такой один маленький, да. И сегодня, когда у него получилось, что он держится за перила, малюсенький такой, и вытянул ножки, это такая радость для всех. Это достижение. Да, достижение, говорю, это, господи, молодец, ты же победитель, ты же умничка, все получается, в ладошки хлопаю. А ему хочется еще чего-то, еще чего-то, то есть вот таким образом он перебарывает эту свою панику, он паниковал, этот малыш. Вот, и я знаю, что дальше уже пойдет у нас дело на лад. То есть обязательно поговорить с ребенком, обязательно настроить, не надо бояться, водичка хорошая, у тебя на рукавничке, я тут рядышком. Вот, первые шаги такие-то, такие-то, вторые шаги вот такие-то, такие-то. То есть я очень рада, когда дети это понимают, и у них быстро эта паника проходит. Но есть основные правила поведения на воде и правила плавания, что нельзя делать во время, что нельзя делать до, что нельзя делать после. Они касаются всех, и взрослых, и детей в одинаковой степени. Естественно, естественно. Правила, естественно, есть. Есть. Ну, во-первых, прежде чем прийти плавать, заняться плаванием, допустим, неважно, это тренировка или же просто находиться в воде. Развлечения, да? Да, развлечения там. Вот. Нельзя есть плотно перед плаванием. Это буквально где-то за полтора-два часа нужно поесть, чтобы пища уже переработалась и так далее. Потому что, тем более, если это спортсмен, то когда он начинает работать в полную силу, там, допустим, проплывать дистанции, вот, ему становится очень тяжело. Тяжело. То есть и для сердца тяжело, и для организма тяжело. У кого-то кто-то что-то съел, допустим, у нас любят есть плов, а это же тяжелая пища. И потом у них сразу болят животы. И какая уже дальше тренировка? Уже никакой тренировки нет. Проще, может быть, вот тем людям, которые работают, ну, в смысле, приходят учиться плавать, как бы, для себя, они нагрузки как таковой не получают. Вот. Но, тем не менее, все равно. Организмы все разные. В любой момент тоже может произойти... Были такие случаи, что подплывают и, ой, голова кружится, ой, голова кружится. Я говорю, все, выходим-выходим, садимся, посидим. Вот. Ой, живот болит. Ой, бог заболел. Ну, и так далее. В общем, итог. Не есть менее чем за два часа до плавания. Конечно, конечно. Полтора-два часа это... И потом надо, конечно, следить за питанием. А какое сейчас питание? Я вот смотрю, то мороженое это едят, оно же очень вредное, то пьют газированные напитки, это очень вредно для детей, то кофе пьют детки. Какой кофе можно пить? Это же ненормально, ребенок, если занимается спортом, это какая нагрузка на сердце его идет. Вот. Надо включать энергетические каши. У нас замечательная гречка есть, есть овсянка. Ее можно, ну, как говорится, есть с самого раза. Она может быть и сладенькая, она может быть и с мяском, просто с маслицем, просто чистая. То есть вот такие вот надо искать. Простые блюда, которые позволяют и дают энергию, и приносят пользу для организма, и не нагружают так вот желудок. Вот. Овощи, морковочку очень хорошо грызть. Вот. Бананчики, если они свеженькие, хорошие, тоже они как бы, ну, говорят так, что они от судорог спасают мышцы. А судорога – это явление частое в плавании? Да, это частое. Потому что получается так, что приходят, вот, в основном, молодежь наша, меня всегда удивляет. Они не знают, что такое расслабленное тело. Вот. Мышцы все каменные, абсолютно. И когда начинают ложиться они, допустим, в стрелочку на воду, всегда начинают тонуть. Вот они настолько становятся каменные, тяжелые. Вот с такими приходится, конечно, попотеть, чтобы их научить держать себя на воде. И вот постоянно с ними разговариваешь по поводу расслабления, чтобы они умели как-то расслаблять свои мышцы. И, ну, как сказать, я говорю, ощутите полет. Вот ложитесь, как кошечка на солнышке, растянитесь на этой водичке. Вот растянитесь, вот как она. Сразу не представляет, она же такая мягкая вся такая вот, ласковая. Податливая. Да, податливая. Так же и вы. Попробуйте растянуться. Попробуйте, и у вас все получится. То есть вот такие вот моменты. Продолжение следует. Спасибо большое. Благодарю.